Здравствуйте дорогие подписчики и гости канала. Вы смотрите видео версию сайта на земле инфо, выпускаемую специально для тех, кому сложно или не хочется читать. Ссылку на текстовую версию вы найдете в описании к видео. Орхидею атаковал мучнистый червец. Как избавиться от вредителя. Орхидеи любимы многими цветоводами по всему миру. К сожалению, эти прекрасные цветы часто подвергаются нападениям различных вредителей. Одним из наиболее опасных для орхидей паразитов считается мучнистый червец. Признаки появления вредителя. Как его обнаружить. Существует два вида мучнистого червеца, атакующего орхидею, щетинистый и цитрусовый. Первый вид питается листьями и побегами растения, второй поражает цветок у корней. Вредители – мохнатые белые жучки, очень маленькие по размеру, самки 3-5 мм, самцы 1-2 мм. Имеют вытянутую округлую форму тела и покрыты белыми ниточками. Личинки схожи с маленькими желтоватыми червяками. Внимательный осмотр растения поможет выявить наличие опасного паразита. Владельцам орхидеи следует насторожиться, если у цветка деформирована форма листьев, стебля или цветков. На листьях или стебля имеются участки темно-серой окраски. Внутренняя сторона листа покрыта липкой субстанцией. В местах крепления цветов и листьев к стеблю обнаружились тонкие нити белого цвета. На почве появились комочки пепельного цвета. Как избавиться? Борьба с мучнистым червецом требует терпения и времени. Избавить зараженную орхидею от паразитов можно дома. При обнаружении вредителей на растении первым делом отрезают пораженные листья или цветоносы, удаляют имеющиеся налеты. Затем можно приступать к обработке цветка специальными средствами. Избавиться от мучнистых червецов на орхидея помогут народные средства. Они действуют на растения мягче химических препаратов, но не менее эффективно. Просто и качественно удалить вредителей с цветка помогут спирт и хозяйственное мыло. Рецепт приготовления лечебного средства. 1 литр теплой воды. 1 столовая ложка спирта. 20 граммов хозяйственного мыла. Измельченное мыло тщательно смешивают с водой и спиртом. Полученной смесью осторожно и внимательно обрабатывают растения, особенно участки, покрытые большим количеством белого налета. Для лечения зараженной орхидеи можно использовать и настой хвоща, который продается в аптеке. Настой разводят в воде в пропорции один к одному, затем обрабатывают не только пораженные вредителем части растения, но и корни. Химические препараты. Действенный способ уничтожить мучнистого червеца на орхидее – применить современные химические препараты. Они подходят даже в случаях, когда растение сильно повреждено вредителями. Следует обратить внимание, что при лечении химикатами иногда требуется провести несколько курсов, от 3 до 5, чтобы избавиться от червеца на всех стадиях его развития. При этом больное растение обрабатывают с интервалом в 2 недели. Для избавления орхидеи от мучнистого червеца применяется химическое средство фитоверм. Его преимущество в абсолютной безопасности для человека. Обрабатывают зараженный цветок раствором. 2 мл фитоверма разводят в 200 мл воды. Компоненты препарата проникают глубоко в растение, затем и в организм личинок. Достаточно 2-3 часа после обработки, чтобы погибла часть вредителей. Также уничтожить мучнистого червеца на орхидее помогает химический препарат октара. Содержащиеся в нем вещества проникают внутрь растения и распространяются по всей внутренней системе, доходя до цветоноса. После обработки листьев действия средства длится 2-3 недели. Попавшие в субстрат компоненты средства сохраняются на протяжении 1-2 месяцев. Причины появления мохнатых белых жучков. Причин, по которым мучнистый червец появился на орхидее, может быть несколько. Чаще всего паразиты атакуют в те сезоны года, когда растение получает меньше солнечного света. Снижение уровня инсоляции замедляет обменные процессы в цветке, что увеличивает риск возникновения разных заболеваний. Особенно подвержены атакам вредителей ослабленные растения. Кроме того, способствуют возникновению мучнистого червеца следующие моменты. Пониженная влажность воздуха. Частое и неоправданное использование азотосодержащих удобрений. Неподходящий для орхидеи температурный режим. Чрезмерный или неправильный полив. Несвоевременная очистка цветка от отмерших листьев. Профилактические меры. Чтобы снизить риск возникновения заболеваний, связанных с поражением паразитами, рекомендуется принимать следующие профилактические меры. Обеспечить растение достаточным количеством освещения. Если уровень инсоляции снижен, необходимо разместить рядом с цветком специальную лампу. Поддерживать подходящую влажность воздуха. При сухом воздухе орхидею лучше перенести в другую комнату, где воздух более увлажнен. Также можно дополнительно спрыскивать листья водой. Проводить регулярный осмотр состояния растения, обращая внимание на все неблагоприятные изменения. Поражение орхидеи мучнистым червецом – явление крайне неприятное. Но если вовремя обнаружить вредителя и начать борьбу с ним при помощи химических или народных средств, цветок можно спасти. А чтобы избежать заболеваний растения, вызванных атакой паразитов, рекомендуется следовать простым правилам профилактики. Друзья, ставьте лайк, если видео вам понравилось, и обязательно делитесь в комментариях своим опытом выращивания растений. Все полезные советы мы разместим на сайте, чтобы о них узнали наши читатели. И не забудьте подписаться на канал, будет много интересного о домашних растениях и не только. Субтитры сделал DimaTorzok